Приветствую вас, Марита. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Что делать муж за всё время совместной жизни, никогда после ссор не шёл первым на примирение? Момент здесь следующий. Во-первых, если ваш муж такой человек, то он скорее всего не изменится, он скорее всего будет таким. Вот он такой, он не идёт первым на примирение, с одной стороны. Но с другой стороны, у него нет и мотивации для этого. Потому что вы, а вы сами идёте на примирение, вполне успешно. Зачем ему идти на примирение? Мягко говоря, непонятно. Для чего ему идти на примирение? Зачем ему идти на примирение? Если есть вы, которая идёт на примирение первое, потому что считает, что инициатор руганий именно на она. Но в отношениях участвуют оба человека. И коли вы берёте на себя ответственность за какой-либо конфликт, то, скорее всего, точно такую же ответственность вы будете перекладывать на человека. То есть, если в одном случае вы полностью берёте эту самую ответственность на себя, то в другом случае вы полностью будете перекладывать её на мужчину. Кроме того, у вашего такого способа выражения своего недовольства, а именно воспозмущения и негатива, есть причины. А именно такие, что вы не выражаете свои эмоции и чувства в реальном времени. Именно в реальном времени вы этого не делаете. Что, конечно же, создаёт определённые проблемы, безусловно, для вас. Дальше, значит, вот вы пишите, я понимала, что я инициатор руганий, это неправда. В отношениях участвуют оба человека. Вам здесь нужно поисследовать психологическую игру скандала. И старалась помириться. Зачем и для чего? Вот и сейчас, после ссоры, он ушёл глубоко в себя. Спит в другую комнату. Общение сведено на минимум бытовые вопросы. Ну, это его способ, по большому счёту, вами манипулировать. Потому что он знает, что рано или поздно вы всё равно будете идти на примирение. Вы его научили. Так. На мой вопрос, когда мы можем поговорить, обсудить наше будущее, я просто лёг спать, никак не отреагировав. Ну, опять же, не совсем понятно, когда мы можем поговорить о чём, и какое конкретно будущее вы хотите обсуждать. Если вам есть что сказать, вы говорите. Другое время мужчины считают, что он полностью прав. И не правы вы. Вот. Кроме того, существует такой тип личности, как она. И вам необходимо изучить этот момент. Я думаю, что многие вещи для вас станут куда более ясными. Наша размолвка произошла после высказанного мною недовольства по поводу несостоявшейся совместной поездки за город. Ну, опять же, важно правильно и корректно выражать свои чувства. Это первое. Второе. Это то, как выглядит ваш контакт с вашим мужем. То есть, уверены ли вы в том, что вы действительно вместе, и что вы действительно идёте к целям, которые вы оба разделяете, судя по тому, что вы пишете дальше, мужчина увлечён и более важный считает работу, чем, допустим, поездки. Вот. Что вас как-то задевает, на мой взгляд. Опять же, не совсем понятно, чем. Я за полтора месяца согласовала с ним дату, забронировала места в доме отдыха на несколько дней и оплатила. Ну, опять же, вы это всё сделали сами. Не совсем понятно, почему. Не совсем понятно, почему вы всё это сделали сами. И непонятно, для кого это всё. То есть, как разделял ли ваш муж смысл и значение. Дети, сын особенно ждал, когда мы все вместе поедем. Ну, не очень понятно, с чем связано то, что сын этого так сильно ждал. У меня складывается ощущение, что дома вы не вместе. То есть, что должен был решить дом отдыха? Какую проблему должен был решить дом отдыха? Дальше. Муж в день выезда сказал, что у него поймылась работа и он с нами не поедет. Я очень сильно разозлилась. Из-за чего вы сильно разозлились? Вам бы вот здесь как раз с эмоциями бы поработать, да? И вам бы здесь как раз лучше с чувствами, с чувствами свои поиследовать. Потому что то, что вы сильно разозлились, ну, говорит о напряжении. Таком, ну, достаточно серьезном. По возвращении домой пыталась поговорить, но он особо не разговаривал. Сказал, что ничего такого не произошло. О чем именно вы хотели поговорить? Что именно вы хотели сказать? Что конкретно? Почему по возвращении только, а не находясь там? Опять же. Меня это вообще выбило из себя, я начала возмущаться. Ну, вот есть ощущение, что вы не обладали своими чувствами. Вот. Теперь в нашем доме холодная война, но мне кажется, что этот раз не только я спровоцировал эту ссору. Не только вы всегда провоцируете ссору. Провоцируете ссору вы оба. Вам обойма для чего-то нужна. Но идея здесь заключается в том, что вы снимаете ответственность с себя либо полностью, либо полностью ее берете. А так не бывает. Вот. Поэтому очень важно разобраться вам в себе. Дальше. Я опять, получается, иду на контакт первый, но в этот раз вообще огромная стена. И что? Знаете, вас тяготит эта холодная война? Вас тяготит молчание мужа? То, что он весь в себе? Как это вас тяготит? Чем вас это тяготит? Это очень важно. Вот. Ну и в целом, хотелось бы, конечно, более подробно разобрать ваше отношение с мужчиной. Потому что есть подозрение, что у вас достаточно мало общего. Есть подозрение, что вы видите друг друга только как мужа и жену, да? Соответственно. Или как родители. И все. Это... То есть как бы здесь нужно... Если у вас есть чувство к мужу, и если в целом муж вас тоже любит, то... Ну, как-то вот вы готовы работать над отношениями, по крайней мере вы, то... Ваше отношение делать более глубокими. Чтоб это не было связано только с тем, что у вас дети и что у вас совместный отдых. Ну, в смысле. Дом, отдых. Вот. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.